Марина живет в Пролетарском районе. Каждый день с работы домой она уезжает с остановки «Юность». Девушка рассказывает, автобус 46Б ходит нерегулярно. Уехать очень сложно, если ждешь 46Б, особенно с «Юности» по вечерам. Интервалы, бывая, доходят до 20-30 минут, особенно зимой. Это очень плохо рассчитать. Практически нереально. Интервал в маршрутках постоянно разный. Но, скажу сразу, часто на такси приходилось тратиться. Это правда. На этом маршруте работает 20 автобусов. Интервал движения машин не превышает 70 минут, уверяют водители. Задерживаемся на пути по пробкам. Съезжаем только по причине, что обломалась машина. На ремонт съезжаем. Стараемся не нарушать. Но бывает, что 2-3 минуты задержимся. Потом догоняем. Диспетчер проверяет отметку медико-механика, проверяет удостоверение водительское, наличие путевой документации, которая необходима для работы на маршруте и принимает на работу. Контролируется выход транспорта первого и последнего отправления, а также на контроле. Как рассказала директор Донгорпостранца, количество транспорта сокращали только на время новогодних праздников. Уверяет, сейчас все машины на линии. Но эти автобусы GPS-навигации не оборудованы. Поэтому проследить, поехал ли водитель по маршруту, на предприятии не могут. Если даже случаются, вдруг такие случаи могут быть, у нас есть телефон, который работает круглосуточно. 304-10-30. И хотелось бы обратиться ко всем пассажирам, что если вдруг случаются какие-то такие ситуации, звоните. Круглосуточно работает телефончик. Все эти обращения или жалобы у нас фиксируются, записываются в журнальчик. Лариса Пономаренко пообещала разобраться с жалобами пассажиров, а нарушителей оштрафовать.